Я хочу чуть-чуть еще сказать и Слово Божие. Знаете, Слово Божие, оно покоряет наше сердце. Оно касается нас, и мы видим Божье совершенство. Когда мы видим Божье совершенство, мы сразу видим свое несовершенство. И это хорошо. Нам больно немножко. Но нам больно, потому что мы видим недостатки свои. Но это к нашему исправлению, скажем аминь. И когда мы говорим о совершенстве, как будто бы все больше наше несовершенство проявляется. Кто это об этом обнаружил? Кто обнаружил? Чем больше мы говорим о совершенстве, тем больше мы видим недостатки свои. Кто может согласиться? Да, вы чувствуете? Да, это так. Потому что теперь мы как бы предоставляем себя Господу или идем во свет. И чем больше света, тем больше все освещается и все становится как бы открытым для Бога. И мы говорим, Господь, вот и здесь еще проявил характер, вот и здесь не так сказал и так далее. Но Божья воля, чтобы мы стремились к совершенству. Если мы будем находиться среди, скажем, мирских людей, и среди очень грешных людей, то, конечно же, мы можем показаться такими святыми, и они могут подумать, что мы святыми, или мы можем думать, что мы по сравнению с ними такие хорошие. Но, а если мы станем перед Богом? Если мы будем смотреть в Его свете за совершенство, то мы, возможно, скажем, как сказал пророк Исаия, горе мне, я человек с нечистыми устами. Поэтому, хотя это и опасно немножко для нас, или печально идти в Божье присутствие, но это нужно. Мы идем в Его свет. Мы идем и говорим, что, Господь, открой мне, покажи мне. Когда мы ничего не чувствуем, мы не замечаем в своей жизни, это не значит, что все в порядке. Давайте придем в Слово Божие. И вдруг Бог покажет нам наши несовершенства, и скажет, слушай, я хочу, чтобы ты был миссионером, или, слушай, я тебя избрал и дал тебе силу. И мы чувствуем, а мы-то стоим на месте, или что-то другое. И это поможет нам. Я сказал, если мы не чувствуем ничего в нашей жизни, это не означает, что все все хорошо. Если мы не чувствуем any pain in the teeth, это не означает, что это наш случай. То есть, мы можем чувствовать pain, только если нервы начинают. Поэтому, когда мы приезжаем к Богу, то это меня изменяет. Итак, я хочу сказать, друзья, нам нужно слышать о совершенстве. Это больно. Это больно даже для меня. Господь говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И тогда мне становится немножко грустно. Некоторые думали, что только вам грустно, только вам печально, потому что вы чувствуете себя только несовершенными. Но нет. Я думаю, что каждому из нас в определенное время становится печально, потому что в свете Слова Божия мы вдруг сравниваем себя и видим, что нам все еще нужно измениться и возрастать. Слава Богу, что мы это можем. Но если мы не ходим в церковь, если мы не читаем Библию, то мы можем быть ослеплены и думать, что мы просто христиане, и с нами все в порядке. Но мы ошибаемся. Бог хочет, чтобы мы были совершены, как совершен Господь. И я хочу сегодня еще сказать несколько мест Писания, прежде чем пригласить нашего брата, гостя. И я скажу то, что просто обескураживает нас и касается очень глубоко. Например, из Евангелия от Иоанна. Первое послание Иоанна. Мне хочется сказать такое слово. Первое послание Иоанна. Мы знаем, это апостол любви, как его называют. И он учит, очень много говорит о любви. И он, в частности, говорит. Четвертой главе. Во второй главе он говорит так. Первое Иоанна 4,17. Первое Иоанна 4,17. Здесь написано, любовь до того совершенства достигает в нас. Любовь до такого уровня совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Дерзновение, то есть смелость в день Божьего суда. Это нужно какое иметь отношение с Богом? Это нужно иметь какое состояние, чтобы иметь смелость? Представим себе, дорогие наши пожилые, милые женщины и молодежь, что мы вот в нас, Божья любовь до того совершенства может достигнуть, что мы имеем дерзновение в день суда и говорим, Господи, я жду, я бы не боюсь, я знаю, что Ты примешь меня. Почему? Потому что дальше написано, потому что поступаем в мире, как Он. Значит, оказывается, что любовь совершенная означает поступать, как Он. Поступать в мире, как Он. А если мы будем поступать точно, как Он? Если бы я спросил вас сейчас, вы точно поступаете, как Он? Я думаю, что мы бы, наверное, не подняли бы руку. Но если бы я спросил, что вы верите, что мы еще не поступаем, как Он? Наверное, мы бы все подняли, я первый. Правда же? Да. Но написано, вот тогда мы имеем смелость в день суда. Вот тогда некоторые пожилые, которые умирали, они говорили, я жду встречи с Господом моим. Я хочу встретиться с Ним. Я прошу вас, не молитесь о моем воскрешении. Не молитесь о моем исцелении. Я хочу видеть моего Иисуса. То есть, жизнь построена на близких отношениях с Богом. Жизнь построена на слове Божьем, любви к Иисусу Христу. Как недавно умирала одна пожилая женщина в Америке. Она русская женщина. И она сказала, не одевайтесь траурно, когда я умру. Я иду к моему Богу. Сделайте праздник. Возблагодарите Господа. И было 80 с лишним лет. И она любила Господа. Каждый день читала Библию. Молилась. Любила Иисуса Христа. И она собралась умирать. И у нее обнаружили опухоль. Это была раковая опухоль. И она только месяц прожила после этого. У нее не было никакой боли. У нее была нормальная температура. Все было хорошо. У нее вдруг обнаружили опухоль. Она месяц прожила. И неожиданно. И быстро умерла. Она ушла к Господу. И она имела дерзновение. То есть, смелость в день суда. И поэтому, когда я посещал недавно одну пожилую женщину. У Манев Филипповна есть сестра. Я говорю, я желаю вам долгой жизни. Она говорит, нет, не надо. Я хочу к моему Господу. Я хочу идти. То есть, есть нечто в сердцах этих людей, что не совсем понятно тем, кто моложе. Но в этом есть дерзновение. Здесь сказано, любовь в нас до того совершенства достигает, что мы имеем смелость в день суда. Потому что поступаем в мире всем, как он. Итак, скажем такое уравнение. Поступать, как он, может только тот, кто имеет совершенную любовь. Потому что без совершенной любви невозможно поступать так, как Иисус. А тот, кто имеет любовь, как Иисус, совершенную, тот поступает, как он. Следовательно, нужно ли нам возрастать в любви? Да. Если мы будем возрастать в любви, значит, мы будем поступать, как он. Чем больше мы будем возрастать в любви Иисуса, тем больше мы будем поступать, как он поступал. Мы будем любить всех бабушек, всех старичков, всех инвалидов, всех больных, всех бедных, всех голодных. Есть такой трогательный очень фильм Джузеппе Маскати. Некоторые смотрели, да? Кто смотрел этот фильм Джузеппе Маскати? Вы можете найти его в компьютере, Джузеппе Маскати. Посмотрите. Этот святой человек, который лечил людей, был доктором, но у него было желание, чтобы всю свою жизнь посвятить больным, посвятить людям так, чтобы как бы, чтобы его жизнь была полностью поглощена и сгорела в его добродетели. То есть его потом назвали святым в римской церкви, но он действительно очень беззаветно любил людей. Есть такой фильм Джузеппе Маскати, называется «Исцеляющая любовь». И это один из примеров. Он хотел быть поглощенным любовью до остатка, как бы сгореть для Бога, для людей. Он прожил недолго, если не ошибаюсь, 47 лет или чуть побольше. Но там есть его в Википедии, можно прочитать. Но это был один из людей, который любил Бога, и он выражал эту любовь к больным. Он сострадал, он любил их и отдавал свое имущество и так далее. Это хороший пример. Но мы сегодня говорим об Иисусе. «Христос так любил нас, что Он поступал в соответствии с этим». То есть Он пришел и умер за нас. Он нам все отдал, все Царство Божие, вместе со всей Славой Божией Он приготовил и подарил нам. Он говорит, я иду, чтобы приготовить вам место. Или в Дома и Отца и Обители много. Если бы не так, я сказал, я иду приготовить вам место. То есть место уже готово, чтобы вы были там, где я. И так написано, любовь совершенство достигает. Давайте стремиться к совершенной любви. Тогда мы будем поступать, как Он. И сказано, кто пребывает в Нем, тот поступает, как Он. Об этом сказано 1 Иоанна 2,6. Значит, кто любит Бога, давайте делаем уравнение. Любовь совершенно равно поступать, как Он, равно пребывать в Нем. Мы видим уравнение, что оказывается, что пребывание в Боге – это и есть совершенная любовь. Потому что невозможно без любви пребывать в Боге. Невозможно. Насколько мы Его любим, настолько с Ним общаемся. Правда ведь, да? Друзья общаются, близкие друзья общаются долго. Могут разговаривать по скайпу, могут говорить по телефону, могут переписываться, могут лично общаться и стремиться к встрече, потому что там есть любовь. Дружественная, сильная, крепкая любовь. Любовь к Богу, она имеет еще большее качество. И вот оттуда рождается смелость и уходит страх. Написано, совершенная любовь изгоняет страх. Дальше Иоанн пишет. Друзья, Библия – самая мудрая книга, правда ведь? Совершенная любовь изгоняет страх. Если ребенок любит отца или маму, он бесстрашно приходит к нему. Он не боится. Он идет и говорит, мама, папа, я хочу мороженое. Он знает, что папа не разгневается, если его спросят мороженое. И мама не будет сердиться. Он просто спросит. Папа может дать или не дать, но он знает, что всегда может что-то попросить. Наша младшая дочка говорит, вчера Анна говорит, папа, вечером, а поедем мы куда-нибудь с тобой сегодня вечером. Например, в Уснарву. То есть она так раз сделала такой заказ, такой аккуратный. То есть она знает, что я не буду за это ее ругать, что как это, что это дорого, что это бензин. И я на самом деле был вчера в Уснарве, но у нас была такая важная встреча с христианами. Из России приехали, из бывшей церкви, где я находился в детстве, и собрались круг родственников. Это была такая встреча. Но когда мы имеем любовь к Богу, то она изгоняет страх. Но благодарение Богу, что Божья любовь вот такая, как в этом человеке, в Иисусе Христе, и она еще больше к тебе. И Он говорит, придите ко мне все, и я дам вам покой, дадим Богу славу. Аллилуйя. Простите, дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, и вам оттворят. Господь имеет совершенную любовь. И так совершенная любовь изгоняет страх. Некоторые говорят, я стесняюсь поговорить с пастором или с лидером. Но вы уже поняли из этой проповеди. Вы можете поговорить, прийти, если действительно в вашем сердце Бог любит нас и ждет. Но я также могу стесняться, мне также иногда неудобно. Но Бог хочет, чтобы любовь Божия вытесняла этот страх. И чтобы мы могли общаться с Господом. Он любит нас. Он любит тебя, Виктор. Он любит нас всех. Любит даже, если мы такие несовершенны. Но Он ведет нас путем совершенства. И так совершенная любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение, написано в Библии. Видите, как ясно Библия говорит. Согласитесь, Наташа, правда? В страхе есть мучение. То есть, когда человек боится, он мучится. Но боящийся несовершен в любви. То есть, если мы решим бояться, если мы будем пугаться, если мы решим оставить страх внутри себя, то мы не будем совершенными в любви. Поэтому нам нужно отказаться от страха. Нам нужно довериться Богу, поверить Его исцеление, поверить Его милость, поверить Его прощение. Нет другого пути, как только поверить. То, что Он любит, нас прощает и милует. Хвала Богу. Многомилостивый Господь. Хвала Его имени вовеки. Господь, я славлю Тебя. Давайте Его вместе прославим, если кто желает. Аллилуйя. Я еще немножко скажу. Подражайте Богу и живите в любви. Подражайте Богу. Значит, Бог желает для нас, чтобы мы подражали Ему, имели такую же любовь, которую Он имеет. Речь не о том, как мы чувствуем и как мы хотим проявить кому-то любовь или не хотим. То есть, может быть, мы не хотим так уж любезно поговорить с каким-то человеком. Мы, может быть, пришли на склад брать товары. Он говорит, начальства нет, все закрыто. Берите по большой цене. А начальство может дать скидку. И знаете, как бы кто-то не говорил с вами, как мы хотим поступить. Вот так, как человек с нами. Или с любовью, с уважением. И это наш выбор. И Господь говорит, подражайте Богу. Живите в любви. Живите в любви. Как Христос излюбил вас. Ефесянам 5.1. Это говорит о совершенной любви. Совершенная любовь, в прошлый раз мы слышали, это вечная любовь. Любовью вечной я возлюбил тебя. Иеремия 31, стих 3. Вечная любовь, это совершенная. Дальше. Великая любовь, совершенная любовь, она великая. Она не маленькая. Она не какое-то такое, ну, немножко чувство какое-то есть доброе, что-то хорошее к этому человеку, или к этому народу, или к этому городу. Большая любовь. Бог хочет, мы любили Нарву. Сильно любили людей. Скажите аминь, да? Чтобы мы готовы были здесь, если нужно умереть, отдать свою жизнь. Чтобы мы любили Эстонию, любили Россию, любили людей очень сильно. И Библия говорит, Господь по великой любви своей, который возлюбил нас. Сказано о великой любви. Итак, любовь – это велика. Любовь есть вечная. И любовь – это истина. Сказано в Писании. Я скажу, сказано о великой любви. Это Ефесянам 2 глава. Но кто хотел бы в деталях, то я сейчас скажу. Это 5 стих. Нет, 4 стих. Бог богатый милостью по своей великой любви. Давайте скажем, я хочу иметь великую любовь. Знаете, эстонский народ, он особый народ, очень хороший народ, но особенная культура. И нам кажется, что вот они восхищают русским народом. Недавно эстонцы приехали из Пярмана и сказали, вот что значит русская душа. Они вот посмотрели верующих в русской церкви, они говорят, русская душа. Но знаете, когда Бог наполнил любовью сердца эстонцев в 70-е годы, когда в Таллине было пробуждение, когда в Таллине было массовое паломничество больных людей, это был 76-го по 80-й год, тогда эстонцы, они открыли дома для русских, для белорусов, которые ехали тысячами на поездах, некоторые на самолетах. Даже с Владивостока, Украина, Белоруссия, Молдавия, они открыли свои квартиры, они принимали на ночлег больных, людей усталых, вспотевших, бедных, с деревень, людей, которые никогда не видели, многие из них, как сказали братья Таллине, никогда не видели настоящего туалета, понимаете? Люди, которые приехали из бедной страны, из бедного места, они приехали, чтобы исцелиться, чтобы получить благословение. И вот эстонские семьи в Таллине, они распахнули свои квартиры, они укладывали людей спать на полу годами. Это любовь, скажите, это любовь. Помните, Рейн сказал, как я жалею, что я не русский? То есть, в них есть любовь. Бог есть любовь. И пребывающие любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Мы говорим, я хочу быть в Боге. Как быть в Боге? Бог говорит, пребудь в любви. Пребудешь в Боге, потому что Бог есть любовь. И поэтому Бог учит нас совершенству. Давайте, действительно, как написано в Библии, оставляя начатки учения, поспешим к совершенству. И оставляя начатки учения, то есть начало, что вот я должен наконец-то покаяться, наконец-то бросить сигарету там и что-то. Оставляя это, оставляя мертвые дела, просто поспешим к совершенству, к близкому общению с Богом. Потому что Бог это дает. Правда же, друзья? Это нужно давно бросить, это нужно оставить, но прийти к Богу близко. Я не буду говорить долго. Сейчас скажу. Здесь любовь вечную я возлюбил тебя. Иеремия 31, стих 3. Теперь любовь, великая любовь, которую Он возлюбил нас. То есть, мы должны представить, что Бог хочет, чтобы у меня была большая любовь. Некоторые думают, вот я могу любить, ну, некоторых своих друзей. Или какой-то круг. Но не могу всех. Неправда. Бог всех любит. И Он силен дать тебе такую любовь, что будете всех любить. Это потому, что Его любовь совершенно есть в нас. Аминь. И есть любовь под названием истина. Это та же самая любовь, но Бог говорит истина. Что такое истина? Пилат спросил Иисуса, что есть истина? Иисус молчал. Но истина это был Господь. Он однажды сказал, я есть путь. Я есть истина и жизнь. Есть истинная любовь, то есть настоящая. Есть временная любовь, есть человеческая любовь, есть плотская любовь, греховная, но есть истина. И Писание здесь нам говорит, что мы истинной любовью возрастали в Того, Которая есть глава Христос. Только истинной любовью мы можем вырасти в Того, Кто есть Христос. Об этом сказано Ефесянам 4 глава 15 стих. Оказывается, нам нужна совершенная любовь. Без нее мы не вырастим. Почему родители передают детям любовь? Потому что любовь взращивает их. Они вырастают в этой любви. Они становятся любящими. Если доченька слушает маму, и мама христианка, и сеет ее сердце любовь, и воспитывает ее сердце девушки, расцветает большой любовью в будущем, к окружающим, к своему будущему мужу, к детям, к руководителям и так далее. Любовь взращивает нас. Дисциплина и порядок, они нас организовывают. То есть, они нам помогают организовать, то есть, сформировать наше время, правильно использовать время, принести плоды. Но любовь, она нас выращивает внутренне. Это большой, богатый мир. Павел говорит, чтобы вы уразумели, какую любовь превосходящую разумение. Итак, любовь Божия, она превосходит понимание. Давида упрекали его друзья за то, что он любит тех, кто его ненавидит. А он их любил. Это любовь, превосходящая разумение. Итак, любовь превосходит разумение. Любовь велика, любовь совершенна, любовь истинна. Вот такую любовь Бог хочет, чтобы мы имели. И тогда, когда мы слышим об этом, мы говорим, О, Господь, я такой несовершенный, прости нас. Давайте помолимся. И я позову поста, брата Роланда. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok